МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В учреждениях дошкольного образования Случины уже вовсю проходят выпускные. Ребята расстаются с любимыми педагогами и готовятся к новой ступеньке в жизни. Просто, просто, маленькие звезды, поем вместе с нами, танцуем вместе с нами. Все знают движение, снимаем напряжение. Ай, будет круто, ай, ай, будет круто, ай! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конкурсе «Семья безопасности», который проводила Минское областное управление МЧС, семья Новик из Слуцка призер в двух номинациях. Третье место в номинации «Поэзия» и второе в номинации «Песня». Мы расскажем тебе правила, не забывай их никогда. Если хочешь быть здоров, запомни эту песню с нами. В уши нос нельзя совать, мелкие предметы эти могут там они застрять. Помните про это, дети, и придется вас везти к медикам в больницу. Боже, глупо так себя вести, просто не годится тоже на балконе. Так и знай, ты на стулье не вставай, на перила не взбирайся, ни скоты не прогибайся. Когда в кастрюле кипяток, не прикасайся к ней, дружок. И очень осторожен, будь ее так просто обернуть. Если телефон звонит, кто-то вдруг уговорит. И куда же я попал, номер я какой наврал. Как зовут тебя, малыш? Дома, с кем сейчас сидишь? Ничего не отвечай, просто маму подзывай. Много тюбиков и банок, и в шкафах у наших мам. В них хранятся средства разные, к сожалению, опасны. Многие водители заметили, что на минувших выходных инспекторы госавтоинспекции постоянно отрабатывали разные участки дорог, города и района с так называемым радаром. Только за три дня акции «Скорость» с 20 по 23 мая в Слудском районе выявлено 29 фактов превышения скорости свыше 20 км в час. Также мы напоминаем, что в преддверии летних каникул госавтоинспекции Республики Беларусь с 25 мая по 5 июня проводят специальное комплексное мероприятие «Внимание! Дети!», направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. В этот период необходимо включить ближний свет фар или дневные ходовые огни во время движения в светлое время суток. В обязательном порядке перевозите детей только с пристегнутыми ремнями безопасности. А для детей младшего возраста используйте специальные удерживающие устройства. Прямую линию по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг проведет заместитель директора Куб Слудска ЖКХ по экономике Наталья Виктора в нолях. 28 мая с 14 до 15 по телефону 2-76-51 прямую линию по общепроизводственным вопросам проведет главный инженер Слудгаз Дмитрий Леонидович Минич. 31 мая с 10 до 11 прямую линию по телефону 7-55-94 по теме обязанностей сторон в области пенсионного законодательства при приеме и увольнении работника-пенсионера проведет заместитель начальника отдела пенсионного обеспечения Управления по труду, занятости и социальной защите Слудского райисполкома Светлана Евгеньевна Тютерева. Уважаемые случайные, в соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую линию необходимо указывать вашу фамилию, имя отчества и данные месте жительства, работы или учебы. Анонимные обращения не рассматриваются. Мы уже не раз говорили, что случайно богаты талантами. Итак, 22 мая в Борисове проходил 11-й областной фестиваль хореографического искусства «Караход Тябров» Народный театр танца «Демигрант» Слудского городского молодежного центра. Руководитель Александр Фомин, хореограф Ольга Шуманская награжден дипломом первой степени в номинации «Современный и эстрадный танец». Дипломом третьей степени этой же номинации отмечен образцовый ансамбль танца конфетти. Руководитель Галина Зданевич, хореограф Владислава Василевская Слудского городского дворца молодежи. 23 мая учащиеся Слудской детской школы искусств Анна Грицкевич, учитель Алла Ивановна Солодуха и Карина Лемешевская, учитель Ксения Ленидовна Вечер-Ковалевская, консентмейстер Лариса Геннадьевна Романчук получили достойные награды. Финального тура одного из самых сложных творческих соревнований республиканского открытого конкурса среди исполнителей на народных инструментах имени Иосифа Иосифовича Женовича. На базе Слудского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 21 мая прошли соревнования пожарных дружин, предприятий и организаций Слудского района. Соревновались в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями и боевом развертывании от мотопомпы. Еще одним из этапов соревнований было тестирование. Пожарная дружина на предприятии должна умело, быстро и эффективно среагировать в случае чрезвычайных ситуаций. Лучшей была пожарная команда филиала «Слудские электрические сети», которая представит Слудский район на областных соревнованиях. Воспитанники педагогов Людмилы Халамовой и Лилии Курлович среди победителей 17-го международного конкурса искусств в Польше только три города из 26 стран получили дипломы за лучшие коллективы Солигорск, Витебск и наш талантливый родной Слудск. Учащиеся Слудского центра детского творчества успешно выступили на международном фестивале «Арт-панорама в Гродно» ансамбль «Лакнея» и дуэт «Лакнея» педагог Елена Александровна Столлер обладатели диплома первой степени и диплома лауреата второй степени учащиеся объединения по интересам авторская кукла «Послушные пальчики» «Радуга цвета» преподаватель Лилия Курлович Педагог Лилия Валерьевна Курлович привезли 8 дипломов первой степени 3 диплома лауреата в первой степени 5 дипломов лауреата второй степени дипломы лауреата в третьей степени и специальные дипломы Марина Курлович отмечены дипломом второй степени от Белорусского союза художников Поздравляем педагогов, учащихся и их родителей До 27 мая проходит марафон «Километры без табака» Слуза был в лидерах, но по информации на 25 мая Молодеченский район обошел нас Случино точно не сдаст своих позиций в областном марафоне приуроченном к Всемирному дню без табака Ускоряемся случайно Сейчас у нас больше 4000 километров До 27 мая совершайте велосипедные поездки пробежки, пешие прогулки и размещайте личные либо семейные фото с информацией о маршруте километраже, времени и физической активности в социальную сеть Инстаграм с хэштегом своего района «Километры без табака» Слузск Слузские автомоделисты одни из лучших в республике С 21 по 23 мая в Бобруйске прошли соревнования по автомодельному спорту в рамках 19-й Республиканской спартакеады по техническим видам спорта Техноспорт Минскую область представляли учащиеся автомодельного объединения Слузского центра технического и прикладного творчества учащиеся молодежи под руководством педагога Андрея Александровича Козлова В упорной борьбе слузские автомоделисты заняли третье командное место и два вторых личных Поздравляем! По доброй традиции студия танца «Импульс» средняя школа номер 11 города Слузска подводит итоги уходящего творческого сезона 28 мая в 19.00 на сцене городского дворца молодежи состоится отчетный концерт «Мы в танцах» В этот вечер зрители удивят не только полюбившиеся номера но и премьеры Также гостей праздника ждут призы и розыгрыши Приходите, будет круто! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 23 мая в клубе «Паркинг» прошел концерт посвященный памяти музыканта и художника Игоря Климова Программу организовали участники коллективов с которыми Игорь играл на одной сцене или в одной команде Почтить память случайнина приехали группы «Паровоз Бента Сиповичи» и «Замковая гора Копль» Выступили также слудские группы «Трафик Сити» и «Риверстоун» с премьеры песни «Времени больше нет» Команда Слудск ТВ готовит фильм памяти Игоря Климова 22 мая гандболисты Слудской специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва тренера-преподавателя Дмитрия Жука одержали победу в первенстве Минской области по мини-гандболу среди юношей 2010-2011 годов рождения соревнования прошли в Солигорске Лучший спортивный класс в области в Слудской средней школе номер 11 25 мая на базе Слудской специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва прошел финал областных соревнований по волейболу лучший спортивный класс победа у подопечных учителей физической культуры и спорта средней школы номер 11 Дениса Сосновского Треть чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги позадей на лидерских позициях укрепился Шахтер за ним Бате выигравший Кубок Беларуси в минувшее воскресенье Гомель и Рух дышат в спину Минскому Динамо занявшему третью строку в турнирной таблице ну а для Слудска пока все непросто Матч 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу соседи по турнирной таблице Энергетик БГУ и Слудск сыграли в Борисове 22 мая в итоге Слудск снова опустился на строку вниз а Энергетик раздобыв три очка поднялся на две победный гол студенты забили на 75-й минуте не сказать что обе команды создали обилие моментов но Слудск мог не единожды поразить ворота соперника шансы были у Алексея Бутаревича пробивавшего из-за пределов штрафной Дмитрия Сасина к сожалению не получился удар головой у Стефана Альфреда Поверьте евопет побед побед нас è озвучим рекорд нас служим рекорд в Германию человечество в России до Deb土 на гейт models Усунг favorite с м дм привет грустно batt ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А на 75-й минуте студенты организовали гол из ничего, вроде бы не предвещавшей ситуации. Зульфикаров каким-то чудом подправил мяч. И 1-0. Гол! Забиваю все-таки команда господар и выводить яе. Гол, 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 гол. Багдуалет Зульфикаров на перот. Робится лик 1-0 на корысть энергетика. И пакулить, что не бачим мы. Белных моментов для того, как лик сменился. Слудские футболисты могли порадовать свою торсиду в завершении матча. Андрей Потапенко здорово пробил после передачи Семенова. Но голкипер энергетика выручил команду. Проигрыш Слудской только 7 очков после 10 туров. 8 забитых и 16 пропущенных мячей. Главный тренер Слудска прокомментировал встречу. Энергетик – самая энергетичная команда. Одна из самых энергетичных, как минимум, молодые футболисты в сумасшедшем тренинге. Обычно матчи всегда очень-очень много затратные. И изменили состав с точки зрения насыщения структуры, в результате насыщения зоны центральной с целью выиграть борьбу за инициативу, за нейтральные мячи. В принципе, по большому счету, структурно все неплохо, достаточно работало. Игра была до гола. Наверное, честно, мы не имеем силу вопрямую, чтобы выигрывать энергетик в одну калитку. Была игра до гола. Мы свои полумоментики не забили. Энергетик забил. Этим полумоментом с обеихся мы могли начать, что удачный отход на точно такой же гол. Единственное это матч. Но, к сожалению, не придется нам. Надо терпеть работать. Дублеры нашей команды, кстати, прибавили в копилку один балл, сравняв счет в последние минуты своего матча. Пропустили наши на 34-й минуте, а сразу после удаления игрока соперника из-за второго горчичника на 84-й Юрий Клочков восстановил равновесие. 1-1. Резервисты, как и основа, сейчас на 13-м месте. Хорошая новость. Полузащитника Слуцка Валерия Бочарова вызвали на учебно-тренировочный сбор национальной молодежной сборной Беларуси Ю-21, который пройдет в начале июня. Сбор начнется 31 мая. Ну а матчи 11-го тура резервисты и основа Слуцка проведут 29 и 30 мая. В гости едет Ислач, финалист Кубка Беларуси. Удачи нашим парням. Впервые после долгого перерыва в Слуцке прошли автосоревнования в категории Джимхан. В абсолютном зачете первое и второе место заняли многократные чемпионы братья Александр и Евгений Цедрики. Единственный драйвер из Слуцка Вадим Клихновский занял 10-е место. И уже в это воскресенье на стадионе технических видов спорта снова будет дрифт. В 13.00 стартует соревнование второго этапа в классе ПРО-2. И в этом немножко тяжесть для участников заполнился проезд по пункту, но вторую, потому что он был... В конце концов, он шуzie на стадионе технические виды. Да, порадоваться за кого и кого порадоваться есть Александр Цейл в центре Курыва, да. Горазон. Горазон еще, дядя Сад. Нашим привет всем. Ну ты сегодня богат. Разбег и это. Так, садимого ехать. А сейчас традиционно о погоде синоптики прогнозируют несколько солнечных дней и дождливые выходные. Так, 27 мая ожидается обличная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, но местами кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южно-юго-западный 3,8 метра в секунду. Днем при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха минимальная ночью плюс 7, плюс 12, максимальная днем плюс 18, плюс 23. 28 мая ожидается обличная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди, вероятны грозы. Ветер южный четверти 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 11, днем плюс 19, плюс 24. На этом наш информационный выпуск «Время новостей» завершен. Будьте активными в наших социальных сетях YouTube, Одноклассники, ВКонтакте и Instagram. Если вы смотрите этот выпуск в YouTube, то обязательно поставьте пальчик вверх и нажмите на колокольчик. В студии была Анастасия Жигальская. Давайте сделаем телевидение нашего города лучше вместе.